в общем данная статья к вашему к вашей оценки а дальше думайте размышляйте и соответственно пишите комментарии и кидайтесь тапками но культурно без обзывательств и так далее да так вот название случайный марксист или зачем трампа надо было убрать мировым спекулянтом эта статья открывает цикл под названием чайник на диване читатель наверное задумается а при чем тут трамп и каким образом можно привязать его марксизму ленинизму этого буржуя да еще и американца со столь колоритной биографии а связь между тем возможно имеется конечно это только полет фантазии автора статьи и не имеет отношения к реальности но пусть читатель решает сам имеет ли место такая связь или нет думаю поколение постарше еще помнят какие предпосылки есть для появления революционной ситуации верхи не могут управлять по старому низы не хотят жить по старому там там же догматики вспоминают про пролетариев и обязательно про диктатуру пролетариата чтобы это было где-то написано а вот в конституции российской федерации написано про источник власти и что они чего пролетарии современности варятся в собственном соку в большинстве думая что от них ничего не зависит и вообще все давно решено за них впрочем так говорят и те кто не относится к себя к пролетариям вопрос мигранта затрагивать не будем но и они хотят того или нет участвуют в условиях создания ситуации состав пролетариев которые всех стран входят промышленные рабочие крестьяне и так далее и тут мы подходим к интересному моменту предположим мы те самые буржуи которым хочется всегда присваивать ту самую добавочную стоимость который произвели пролетарии с чего же начать конечно же с того что изучим базовый материал лучших теоретиков учения и первое что придет на ум это труд маркса капитал и не какую-то брошюру об издании а именно целиком полное издание со всеми выкладками формами и примерами конечно же труды того кто смог построить государство трудящихся государства где не было эксплуатации человека человеком труды владимир ильича ленина и вот если ты будешь который изучил все это конечно же вы начинаете искать любые слабые места в учении их вроде бы и нет на первый взгляд а если внимательно приглядеться их и в самом деле нет если только не начать разбирать на части все предпосылки к созданию революционной ситуации да именно так убери или измени условия формуле и получишь уже что-то другое правда это другое может оказаться еще более интересным но убирать предпосылки надо так чтобы самой мысли ни у кого не родилось что это процесс сознательный рукотворный все должны думать что это естественный ход эволюции экономики ну в данном случае истории ну и конечно с последующим направлением эволюции в нужном направлении все надо делать медленно очень медленно незаметно а еще лучше если внушить жертве что она сама додумалась и она сама должна принести себя на заклание и радоваться этому радоваться так как будто это делает что-то очень великое и нужное а на самом деле если адаптировать слова столыпина под ситуацию народ не имеющие своего национального самосознания служит навозом для произрастания других народов нашем случае получается класс не имеющий своего самосознания служит навозом для произрастания читая паразитирование других классов среди прочего буржуи прекрасно понимают что если не будет тех самых классов на которых они паразитируют то и им придет число пи ой конец и так получается для создания так называемой рукотворный буржуйской эволюции надо создать условия чтобы не создалось самосознание класса значит надо это все спрятать куда-то и выход был найден очень обобщенном видео он у меня получился примерно такой промышленность надо перенести подальше от себя и спрятать но так чтобы не потерять связь с паразитированием перенести туда где ранее были созданы такие условия что народ имеет низкий уровень жизни чтобы они увидели лучик света и полетели на него как мотылек не сознавая что впереди с пламя свечи а еще лучше производство строить там где трудовой народ победил буржуев и пока еще не отошел от эйфории победы отличная же схема для бурзитирующей буржуйской компании пролетарии работают получают зарплату и увеличивают свое благосостояние и процветание страны создают добавочную стоимость брендованному товару и далее он продается под известной маркой а основной процент произведенной добавочной стоимости забирает себе фирма брендодержатель в данном случае компания паразит по моему оценочному суждению спрятать эту схему можно например под красивым названием разделение труда и не забывать везде кричать что производить то или иное изделие в одной стране не под силу разоритесь интересно а что такое выгода в современном понимании когда одни деньги просто рисуют в компьютере другие в это же время создает своим трудом добавочную стоимость товара одни рисуют нужное количество другие это время на работе создают конечное количество добавочной стоимости как думаете кто заработает больше в такой формуле кстати по похожей схеме живут некоторые великие государства доходом малой кучки через схемы а расходы в бюджет народ оплатит или друзьям все остальным закон надеюсь читатель достаточно пока еще проницателен и образован и понимает что все определения весьма условные и не несут целью оскорбить кого-либо а тем кто не понял лично для вас цель статьи попытка увидеть мир смотря на него под определенным углом и не претендует на абсолют таким образом можно считать что лозунг заводы рабочим воплотили но с символом звездочки и под звездочкой как когда-то в банковских договорах мелким шрифтом добавочную стоимость отстегни паразитом по тихому незаметно и быстро забудь замылив эту информацию самолюбованием размера своего величия при посильной помощи болтунов если прочитав до этого места вам стали приходить какие-то примеры из жизни считайте это вам показалось так как статья это исключительно плод фантазии автора не имеющего отношения к реальности и так один лозунг а точнее одно из условий воплотили но и тут закрадывается вопрос а как сделать так чтобы и на заводе пролетарии не вздумали сплачиваться и чувство локтя не обретали вариантов тут сразу возникает вновь множество но снова задача как сделать так чтобы не поняли пролетарии что делает что-то плохое для себя программу максимум можно описывать бесконечно а минимум пару набросков сделаю если нельзя убить в лоб образование то можно сделать образование таким после которого человеку будет или невозможно осуществлять мыслительный процесс или это будет бесконечно неприятно чтобы лучше чтобы он обрел минимальный навык без менее саморазвития и самообразования и конечно устраивать соревнования мериться рейтингами но не соревнования коллективов команд но не соревнования коллективов команд обязательно индивидуальные ловко я скрыл новую патагонную систему будут ли это рейтинге на лучшего менеджера или лучшего слесаря или лучшего ковырятеля в носу не важно главное подчеркнуть отличие индивидуальности причем желательно выдвигать на соревнованиях такие условия чтобы получался победитель но такой на которого но не такой на которого охота равняться а такой который вызывал бы появление и обострение противоречий в коллективе под видом ягненка внедри формулу человек человек волк что же делать на тех территориях откуда исчезли производства но люди остались и их много тут тоже предельно просто пролетарии с другого конца оплатят безработных пролетариев оплатят пособием из бюджета и размер пособия в метрополии должен быть таким чтобы эти пролетарии влачили пограничное состояние между нищетой и бедностью чтобы не возникало у них желание к саморазвитию насадить им зрелищ чтобы не было времени думать ну и конечно пособия не хватит чтобы платить за настоящее образование да и размер оплаты работающему большинству сделать таким чтобы она не вызывала желание слезть с пособие тем паче что пособие то фактически оплачивают далекие пролетарии которые даже не догадываются о том что они являются плательщиками и содержательными метрополии включая тех кому в этой метрополии выплачивают пособие по безработице и что ли более опасно оплачивать ту армию и вооружение которое охраняет метрополию и в случае чего будет применено против тех кто захочет фактической самостоятельности и независимости слова армия и вооружение беру в кавычки думаю понятно почему тут конечно уж уместно вспомнить всякие конвенции о на правах человека или о геноциде и сегрегации надо на данном этапе мы имеем то что имеем и нет такой силы пока которую пока который представляла себя ссср который имел возможность отстаивать права трудового народа и прогрессивного человечества но это не значит что нужно впадать в уныние и начинать бояться и ничего не делать на данном этапе прекрасно подходит формула чем хуже тем лучше так как искусственно создаваемая ситуация в мире пробуждает многих кто был замкнут в себе пробуждение поиска соратников по несчастью и далее самоорганизованному выходу из сложившейся ситуации вместе пару слов охота сказать и про крестьян фермеров в тех странах где решили бороться с промышленными рабочими таким изощренным методом если производство можно вывести и тем самым исключить огромное количество из нормальной жизни то с фермерами так не поступить а что делать то тогда они же могут бунты поднять и так далее количество крестьянских восстаний бесчислено и выход нашли надо превратить их в союзников а как это сделать а надо компенсировать им недополученную прибыль тем самым с одной стороны фермер не сразу понимает в чем подвох ему же денежки поступают как будто он работает а те кто ему компенсирует понимает что оплатил это все тот самый далекий пролетарий который так и продолжает не знать сколько же реально добавочной стоимости он произвел сколько и зоной ушло в метрополию он просто может не знать что такое добавочная стоимость или что такое добавочная стоимость в современном мире и все живет прошлыми догматическими определениями некогда ему изучать это так как он занят чем-то очень важным отвлекающим внимание как правило зрелищным в перерывах между сменами фермер же получая компенсацию за неполученную прибыль со своей ферме может и не догадываться о том что эту компенсацию ему плачет фактически не государство а какой-то далекий пролетарий так фермер может быть также не сильно подковы экономики но знает что все налоги он оплатил исправно законы исполняет и вообще прилежный гражданин чистит зубы по утрам делает зарядку и ходит на выборы ему даже не вдомек что его ферма участвует в мировом обороте денег ограбление пролетариев и его самого и что самое важное и той самой добавочной стоимости столько писанины и вот только теперь можно подобраться к заголовку и фактически пару слов сказать о трампе почему его надо было убрать определенным кругом все эти выстроенные цепочки решают несколько задач появляется железобетонная необходимость развития банковской системы так как сборка там глава сям а запчасти вообще делают неизвестно где между ними надо делать логические связи и все вроде бы работает и создает иллюзию работы и необходимости и тут трамп появляется и хочет производство вернуть на родину а что значит такое возвращение а она значит что вновь появляются рабочие места вновь кто-то будет работать в коллективе общаться друг с другом мало ли они до чего еще договорятся вдруг и до ситуации верхи не могут низы не хотят оружие в штатах свободного много вообще неизвестно чем руководствовался трамп поэтому это исключительно мои фантазии логические цепочки станут короче что уменьшит зависимость от банков и транзакций в том числе как совокупность ослабит власть мировых спекулянтов это же автоматически изменит экономическую ситуацию и в тех странах где работают те самые пролетарии на далеких заводах что отразится и на выплатах фермерам и безработным в метрополии но хитрость заключался в том еще что озвучивать истинные причины недопущения трампа на срок нельзя так что повторюсь имеем то что имеем и в свете всех этих размышлений если хотите фантазии возникает необходимость переосмысление таких терминов как пролетарий добавочная стоимость средства производства и еще один маленький неприметный на первый взгляд прицепчик под названием патент на изобретение пишите что вы думаете стоит ли оставаться в догмах определений которым более 100 лет или жизнь это живая штука и все в ней постоянно меняется одно что-то быстрее другое что-то медленнее так что вот такие мысли ну и соответственно буду потихонечку расшифровывать все то что сочту необходимым ну и как и ранее говорю что это исключительно полет моей фантазии не претендующий на абсолют ну а согласны вы с этим не согласны это ваше мнение ну и пишите в комментариях